Психотерапия 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 Восновь холотропного дыхания Это Именно Некоторые Культурные Традиции Первобытных народов Древних народов Связанных с дыханием Также они могут быть связаны С полетом и так далее Но самое главное Дыхание там обязательно используется Но наиболее известная Допустим Это паранояма-йога В которой как раз Для того чтобы Войти в особо измененное Состояние сознания необходимо использовать как раз подобное дыхание. Ещё один момент – это то, что дыхание может как учащаться, допустим, при учащённом дыхании люди испытывают одни какие-то состояния, а при нехватке кислорода немножко другие. Но об этом поговорим чуть позже. На самом деле, об этом я несколько времени назад как раз давал интервью на Радио России, там тоже мы несколько эту тему обсуждаем. Ну, слава богу, косвенно, потому что увлекаться этим совсем не рекомендую. Ну ладно, всё-таки приступим. Итак, холотропное дыхание. Буквальный перевод – холотропик брейсвок, то есть холотропная работа с дыханием, или, правильнее сказать, не буквальный перевод, но более точный – это достижение целостности или движение целостности. Это направление трансперсональной психологии, которая связана как раз с гипервентиляцией лёгких за счёт учащённого дыхания. Да, где об этом более подробно сказано? Это книжка Станислава и Кристины Гроф, которая называется «Неистовый поиск себя», что, в принципе, я могу порекомендовать, если для вас эта тема будет интересна. Значит, при учащённом дыхании СО2 из крови вымывается, сосуды мозга сужаются, и начинается торможение коры головного мозга. В результате активируется подкорка, и могут возникать следующие чувства. Это чувства эйфории, это галлюцинации, это некоторые изменённые состояния сознания. И, в принципе, считается, что в этом состоянии люди могут видеть какие-то особые переживания. На самом деле, если вы помните некоторые феномены, допустим, феномен клинической смерти, когда люди тоже видят особые какие-то переживания, видят некоторые образы, некоторые специфические картинки, или, допустим, когда описывают, что видят в очень подробном изложении, но очень быстро всю свою жизнь задом наперёд. То есть, получается, мозг полностью записывает всё, что было прожито, и вот в этом состоянии клиническая смерть через какое-то время он начинает видеть всё, что он прожил задом наперёд. Но об этом, может быть, вы помните, были две таких книжки в 70-е годы «Жизнь после жизни» и «Жизнь после смерти», наверняка, да, знаете. Автором их был как раз человек, который занимался возвращением людей с того света, буквально можно так именно сказать. И в целом книжки сами по себе были довольно любопытными, потому что были написаны профессиональным врачом. Правда, через несколько времени он ушёл в психотерапию и стал предлагать новое направление, которое называлось «Терапия прошлыми жизнями» или «Прошлых жизней», можно так сказать. Вот это довольно любопытная была тоже тема, тоже относящаяся к трансперсональной психологии, но об этом я более подробно как раз рассказывал в лекции по трансперсональной психологии. Ну, а мы с вами всё-таки давайте ещё разберём, перед тем, как непосредственно погружаться в трансперсональную психологию, ещё родственные холотропному дыханию направления. Итак, одно из них называется «ребёфинг». Ну, на самом деле «Ф» не совсем логично, «ребёрс», «ребёрс» – перерождение, да, перерождение. Ребёрсинг. Также, ну, давайте я сначала немножко о ребёрсинге расскажу, да. Это дыхательная психотехника, которая в начале 70-х годов была предложена в США Леонардом Орром. И основная идея Ора заключалась в том, что при помощи дыхания можно помочь человеку высвободиться от полученной родовой травмы в детстве. Согласно его точке зрения, каждый человек получает родовую травму во время процесса рождения. И, соответственно, дыша определённым образом, он может вернуть это состояние и в некотором плане его изменить. То есть, высвободить те переживания, которые у него были на тот момент пережиты, и от которых он не мог избавиться. И, соответственно, осознать их и исцелиться. Ну, сама по себе идея достаточно интересна. Ребёрсинг, согласно ему, считается, что человек способен избавиться от негативных переживаний, причём вне зависимости от той ситуации, когда эти переживания возникают. То есть, в целом, при помощи ребёфинга, получается, мы можем вообще от многих негативных переживаний избавиться. Считается так. Но, безусловно, этот метод подвергается и некоторым сомнениям, и критикам. Ну, давайте всё-таки рассмотрим, да, что включает в себя ребёфинг. Он включает в себя стремление вскрыть бессознательные комплексы, которые мешают нормальной жизни человека. Гармонизировать свой внутренний мир. И выйти на физическое и душевное оздоровление. Ор, Леонард Ор, считал, что при помощи ребёфинга люди входят в коллективное бессознательное, погружаются в него. Или, как чуть позже, уже в 90-е годы, начнут называть это «общемировое информационное поле». У нас оно называлось «энергоинформационное поле». Наверняка тоже помните такое название. Ну, я повторюсь, ничего нового нет. Если вы вспомните Академика Вернадского и его учения о ноосфере, да, то есть тоже, в принципе, идея несколько близкая к этому шла. То есть, ноосфера всё-таки некоторая разумная оболочка планеты. То есть, это тоже во многом определяло. Будущий вектор интереса в науке XX века. Значит, задача – обратить внимание на нежелательные какие-то переживания, которые таятся в подавленном виде на уровне бессознательного человека. И, соответственно, при помощи дыхательных упражнений высвободить их, сделать так, чтобы человек от них избавился. Очень важный момент. Ребюфинг, вот потом я буду спрашивать, чем, допустим, ребюфинг отличается от холотропного дыхания. Ребюфинг возможен как метод, который сам человек может использовать с собой. То есть, это метод, который каждый может использовать. Каждому я бы не рекомендовал. Да, 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 как самопомощь, совершенно верно. То есть, при определенной технике дыхания он начинает фиксировать какие-то определенные нюансы. Ну и, соответственно, дает возможность и телу, тело я всегда называю разумной оболочкой, и разуму, перестроить себя так, чтобы и тело, и разум больше старалось фиксировать ощущения счастья, удовольствия, радости, продуктивности, здоровья, гармонии. Звучит красиво, но мне сразу почему-то вспоминается та передача, да, вот помните, там «Дом-2», «Мы счастливы». Что-то из этой серии, вот это «Мы счастливы», это несколько странновато. Но, по крайней мере, идея сама по себе очень интересна. Ну, какая техника, что она в себя включает? Ну, запишите просто типы дыхания. О ребёфинге я буду сегодня говорить крайне и крайне мало, а все-таки у нас основная задача – холотропное дыхание. Да, рассмотрите. Итак, типы дыхания, которые в ребёфинге используются. Это связное дыхание. Связное дыхание. Сюда включаются четыре типа дыхания, которые связаны между собой. Это глубокое дыхание. Интенсивное дыхание. То есть, чистота дыхания. Быстрое и поверхностное дыхание. И поверхностное и медленное дыхание. Вот четыре дыхания. Глубокое и медленное, глубокое и частое. Быстрое и поверхностное. И, соответственно, поверхностное и медленное дыхание. Что делает сам участник вот этого акта самопомощи, да, вот этого направления? Во-первых, его задача – зафиксировать любые мельчайшие изменения в собственном теле. Любые ощущения, любые переживания. Это раз. И второе – погрузиться в самое сильное чувство. Погрузиться в самое сильное чувство, которое он может испытывать на этой стадии. И, наконец, получить удовольствие, максимальное удовольствие от этого чувства. Получить максимальное удовольствие от этого чувства. Естественно, для того, чтобы ребюфинг работал правильно, необходимо правильно подобранная музыка. Но об этом мы будем более подробно говорить, когда буду рассказывать о холотропном дыхании. Еще одно родственное холотропному дыханию направление называется «Vivation». Ну, латинскими буквами – «Vivation». «Vivation», да, «Vivation». Авторами «Vivation» являются Джим Леонард и Фил Лауд. Ну, неудивительно, да, что тоже «Vivation» появился в Соединенных Американских Штатах. Откуда Джим Леонард и Фил Лауд? Ну, вообще, Густава Маринка наверняка вы читали. Вот под Мюнхеном на кладбище стоит большой черный камень, где похоронен Густав Маринг. И потом его сын тоже был похоронен под этим камнем. Так вот, если рядом стоят разные надгробия с потрясающими какими-то эпитафиями, со статуями и прочим, то есть, знаете, сейчас это немножко напоминает такие, ну, когда вы на наше кладбище приезжаете, вот отдельные крылья захоронений связаны с представителями некоторых восточных национальностей. И там вот обычно вы видите такие очень возвышенные какие-то надгробные камни там и так далее, надписи и прочее, что для нас слишком цветастое и непривычно. У нас как-то более скромно все. Ну, не так скромно, как, допустим, вы это увидите в Эстонии и Финляндии, у литеран, да, но все равно вот в некотором плане все равно несколько скромно. Так вот, ладно, возвращаясь к этому камню, на нем написано всего четыре буквы. Вива. Жив. Вот, а вива – это жизнь. И отсюда вайвейшн – это техника, которую можно буквально перевести как празднование жизни. Празднование жизни. Или умение жить. Вот тоже интересно. Жить у нас… У нас учат жить других людей, да, а жить у нас часто особо не умеют. Хотя есть русское выражение «умеют же люди жить», да. Ну, они не жить умеют, они немножко другое умеют делать. Значит, вайвейшн был предложен тоже в 70-е годы, в середине 70-х, в 75-м году. И Леонард и Лаут в своем методе постарались соединить, во-первых, восточные практики физического и духовного развития. Дыхание, которое они предложили, называется циркулярное дыхание. Циркулярное дыхание, во-первых, подразумевает любой вид дыхания, отвечающий трем основным критериям. Первый критерий, что, кстати, не так легко. Вдох и выдох связаны между собой так, чтобы между ними не было паузы. То есть, это постоянная кривая идет. Если вы помните, допустим, у ММС Марабелла, помните, да, вдох, задержка, выдох, допустим, да, а здесь вдох-выдох, 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 вдох-выдох и так далее. Второе, выдох релаксирован и вообще не контролируется. Выдох релаксирован, то есть расслаблен, да, и не контролируется. И третье требование, если вы вдыхаете через нос, то выдыхаете через нос, если вдыхаете через рот, то через рот выдыхаете. И в результате такого дыхания, как считали Леонард и Лауд, происходит полная циркуляция энергии в организме. Но при этом есть важное требование. Двигаться нельзя, телесно реагировать нельзя. В холотропном дыхании это можно, а вот в айвейшене нельзя. То есть, если возникает желание подвигаться, необходимо это продышать. И вообще телесно реагировать нельзя, то есть полностью погрузиться в дыхание. Нет, ну я опять же вспомню Франца Антона Мессмара, который тоже, безусловно, увлекался этими техниками. И неудивительно, скорее всего, он все-таки знал отдельные восточные техники дыхания, но предложил некоторые свои. Помните, он говорил, что человек получает энергию из следующих элементов. Это воздух, вода, еда и положительные эмоции. И к дыханию он обращал особое внимание, считая, что современные ему люди дышат крайне поверхностно и дышать не умеют. Ну, мало что изменилось, и наши современные люди дышат еще более поверхностно, было бы, чем дышать. Это кто он сказал? Франц Антон Мессмар, 18 век. Умер Франц Антон Мессмар в 1815 году. То есть, совсем недавно, казалось бы, но все равно уже прошло несколько времени, 200 лет практически, даже чуть больше. И вот, смотрите, когда мы говорим в отношении вайвейшена, то здесь основная идея заключается в том, что также присутствуют так называемые пять элементов. Пять элементов дыхания. Вот давайте запишем пять элементов. Первое. Связанное осознанное дыхание. Вайвейшене используется три типа связанного осознанного дыхания. Да, вот помните, до этого мы рассматривали как раз. Тоже несколько типов дыхания в предыдущей версии. Вот вайвейшене. Первое. Это глубокое и быстрое дыхание. Глубокое и быстрое дыхание. Оно необходимо для того, чтобы усилить телесные переживания и ощущения. Глубокое и быстрое дыхание. Второе. Это быстрое поверхностное дыхание. Оно служит для ослабления переживаний, ощущений тела. Если, допустим, какие-то сильные переживания есть, тогда используется быстрое поверхностное дыхание. И третий тип дыхания – это глубокое и медленное дыхание. Если человек принимает какие-то свои переживания, он может ими насладиться. И вот как раз глубокое и медленное дыхание связано с тем, что он наслаждается какими-то своими переживаниями, которые он принял, интегрировал в себя. Ну и глубокое и медленное дыхание, вы знаете, часто используется для релаксации. Та же техника есть. Вот несколько раз глубоко подышать, глубокий вдох, глубокий выдох. Это не к вайвейшену относится, но тоже что-то вам знакомое есть в этом дыхании. Второй элемент вайвейшена – максимально возможное расслабление всех мышц тела человека. Максимально возможное расслабление всех мышц тела человека. Просто, да? Понимаете, да, глубину проблемы? Но идея тоже сама по себе интересная. Третий элемент – это необходимость чувствовать все тело в деталях. То есть, зафиксировать внутренний взгляд на переживание конкретного участка тела, где есть напряжение. Четвертый элемент – это интеграция в экстазе. Ну, собственно говоря, такой лозунг. Может быть, помните, в нацистский период был даже такой теплоход. В 30-е годы он ходил как раз по Балтике, возил и гражданских, и военных, отдыхающих. И было такое направление, которое называлось «Сила через радость». Вот как раз ходил этот теплоход «Сила через радость». Ну, считайте, как у нас сейчас, да? Если бы у нас нормально ходили теплоходы, можно было бы назвать вот такой какой-нибудь проект «Сила через радость». Звучит как-то странно, согласитесь? То есть, это вот радостные культуристы, или кто? Вот как это понять, кто эти люди? Вообще звучит страшно, да? Приходит теплоход с таким названием. Ну, вот здесь тоже, похоже, интеграция в кстаде звучит страшно, а идея очень интересная. Смотрите. Любые ощущения, любые чувства, которые человек начинает испытывать в этом процессе, он должен прожить, принять и насладиться ими. А проблема заключается в том, что очень многие люди боятся отпускать себя в чем-то, боятся потерять свой собственный контроль над чем-то, или погрузиться в какие-то эмоции. Чувствуете, да, уже некоторая опасность может быть? И вот смотрите, вайвейшн, в принципе, можно также использовать самостоятельно. Да, вот подумайте, если человек внезапно погрузился в какое-то чувство, в какое-то состояние, а он один, и никто помочь ему не может. Что дальше происходит? Вот тут возникает некоторый вопрос. Сама по себе идея неплохая, но надо очень-очень аккуратно к этому относиться. Пятый элемент. Let it be. Так и называется. Позвольте этому быть. Пусть так будет. То есть, нужно принять, интегрировать это состояние, это переживание, и почувствовать себя более счастливым. При этом, что самое любопытное, вайвейшн не является психотерапевтической или медицинской процедурой. Вот это вот важное прошу вас зафиксировать. То есть, это не психотерапия, это не медицина. Это просто-напросто метод, при помощи которого можно, ну что ли, продвинуться с точки зрения самопознания, с точки зрения роста личности. И важно то, что вайвейшн, в принципе, мы с вами как психологи прекрасно понимаем, что может привести к тому, что человек столкнется с какими-то очень тяжелыми, тяжелыми, странными переживаниями, страшными переживаниями, которые надо будет интегрировать. Чувствуете логику? То есть, нет, она есть. Но готов ли человек интегрировать какие-то тяжелые, ну давайте, ладно, я вам приведу банальный пример. Кто-нибудь из вас был на территории концлагеря в Европе? Ну, действующего концлагеря на тот момент. Они остаются как музей. Да, вот интегрировать вот это в свою психику очень сложно. И принять это в полной степени очень сложно. Следующий момент – насладиться этим. Вы сможете вот этим состоянием насладиться? Вот вопрос. Этим можно насладиться? Да, ну ладно, может быть, я слишком крайний такой случай привел. Но в жизни человека бывает достаточно много трагических переживаний. И нужно принять их так, чтобы высвободить из этих переживаний напряжение и принять их как данность. В некотором плане, с точки зрения, ну, несколько религиозного подхода, наверное, это логично. Потому что ко всему нужно относиться весьма и весьма философски. Пройдет и это. Помните, как было написано на кольце царя Соломона? То есть, в целом, безусловно, все проходит, это логично. Но, с другой стороны, повторюсь, есть очень сильные переживания, которые в целом некоторые люди, наверное, принять полностью не смогут. И вот тут-то как раз и звоночек определенный. Но сама по себе идея, как вам нравится? Ну, она любопытна, на мой взгляд. И, естественно, здесь очень важно, что предсказать то, что будет испытывать человек, очень сложно. То есть, у каждого будут свои определенные переживания. А сам человек, который вайвейшн практикует, он по факту сам несет ответственность за себя. То есть, вот такой вот интересный момент. Для вайвейшн есть противопоказания. Вот это уже мне более импонирует, потому что начинать любой метод нужно с противопоказания. Ну, может быть, вы какие-нибудь таблетки принимали, да? Когда посмотрите, что такое, от чего таблетка как бы условно лечит и какой побочный эффект. Вы волей-неволей задумаетесь, да? Вот оно того стоит, потому что побочных эффектов гораздо больше, нежели чем того эффекта, от которого таблетка спасает. Ну, вот давайте запишем противопоказания. Первое – беременность. Ну, в принципе, вполне логично. Второе – эпилепсия. Ну, в анамнезе, да, эпилепсия. Третье – это недавно перенесенные операции. Четвертое – недавние переломы или швы. Пятое – психические заболевания в фазе невменяемости. Ну, это, в принципе, так логично. Шестое – инфекционные заболевания в стадии обострения. Ну, и с высокой температурой практиковать вайвейшн – это, ну, весьма лихо. Повышенное давление. Глаукома. А мало того, для того, чтобы практиковать вайвейшн, нужно порядка суток отказаться от приема алкоголя. Ценные замечания. От приема наркотиков. Тоже весьма ценно. Нет, ну, вот тут не надо смеяться. На самом деле, есть люди, которые считают, что они могут заниматься вот такими техниками самопознания, используя какие-то специальные вещества. Многие объясняют эту тему, как же шаманы. Ну, друзья мои, шаманы алкоголь не пьют. И вообще-то они используют, да, специальные химические вещества немножко для иного. У них своя, можно сказать, школа, свои техники, которые многовековые и отработанные на протяжении многих поколений. То есть к шаманам относиться, как к очень забавным людям, я бы не стал. На самом деле, достаточно интересное направление, а шаманизм – это одно из направлений религии. И в этом плане даже иногда я очень сильно удивляюсь, что нас называют основные мировые религии, а с другой стороны, территория России включает в себя огромное северное пространство, где как раз есть религия шаманизма. И вот почему-то шаманов у нас не включают. Однажды даже постарались, внесли предложение, что на гербе России обязательно должен быть, помимо креста, должен быть крест обязательно, должен быть обязательно полумесяц. Кто-то внес, что звезда Давида должна быть, давайте еще бубен туда включим. Чем вот на самом деле, почему бы нет. Надо все туда включить, все, что есть, чтобы у нас Орел был многоплановый, многосторонний. Или, может быть, сделать так же, как в Туркменистане, чтобы у Орла было не две головы, а чуть побольше. Там на гербе президента, если я, кажется, ошибаюсь или не ошибаюсь, порядка восьми или девяти голов у Орла. То есть вот тогда получится еще более интересно. Но это, простите, уже совсем странно. Ну, повторюсь, что именно в шаманизме, допустим, к техникам дыхание относится весьма и весьма серьезно. Но, безусловно, шаман может использовать какие-то специальные вещества для того, чтобы более целесообразно погрузиться в нижний мир для общения с духами, для переговоров с ними. Шаман – это человек, который переговаривает с духами, заключает с ними определенные какие-то соглашения или воюет с ними. То есть это все не так просто. Ну, в целом, мы тоже этот этап проходили, то, что у нас называлось язычество. Да, язычник по-латински, знаете, да, как называется? Паганус. Отсюда поганка, допустим. Да, то есть языческий грипп. Очень странное название для России. Вот. И, естественно, вера в духов, она тоже для нас и была присуща, да и сейчас присуща, потому что многие говорят, что существуют домовые и так далее. В некоторых фильмах, помните, был еще и как раз дух, который жил в вагоне-купе. Помните, да, этот фильм? Песня про белых коней. По-стругацким. И вот там-то как раз тоже был, да, вот. Есть домовой, а я вагон-важатый, да, и так далее. Вагонный, вагонный, да, вот так он назывался. То есть это тоже, пожалуйста, духи. Но у нас эта вера тоже, ну, прямо или косвенно сохранилась, да, как некий атовизм, но все равно сохранилась. Ну, ладно, возвращаюсь все-таки к Вайвейшн. То есть вот сама по себе идея весьма любопытная. Вот это вот эксперименты, связанные с дыханием. Но все-таки давайте перейдем непосредственно к холотропному дыханию. Да, по поводу Вайвейшна, что я могу сказать, что Вайвейшн могут использовать также не только в единичном, но еще в двух вариантах. Это парный вариант. Парный вариант Вайвейшн. Или групповой вариант. В групповом варианте там вообще интересно получается. Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа рассаживается во внутренний круг, лицами вовне. А вторая группа рассаживается во внешний круг к лицам тех, кто сидит во внутреннем кругу. И вот в парах тоже работает. То есть получается такой круг очень интересный. Представили, да, эту картину? Ну, вы знаете, как любые дыхательные упражнения, это всегда очень сильно, это всегда очень действенно. Но здесь очень важный момент. Насколько сознание человека подготовлено к определенным изменениям. Безусловно, здесь вот это-то как раз и довольно, я бы сказал. Ну, есть некоторая сложность. Ну, давайте все-таки вернемся к холотропному дыханию. Значит, отличие, запишите, холотропного дыхания от вайвейшена и ребёфинга. Именно для холотропного дыхания грофы разработали довольно хорошую теоретическую психологическую и медицинскую базу. А гроф, естественно, как психолог, как специалист в области трансперсональной психологии был достаточно известен. Поэтому, в отличие от авторов ребёфинга и вайвейшена, все-таки холотропное дыхание может быть несколько более, ну, что ли, авторитетным. Второй вариант, второе отличие. Что в холотропном дыхании создаются все условия, чтобы холонавт, так его называть, человек, который использует холотропное дыхание, холонавт, сейчас я буду более подробно об этом говорить, мог максимально себя проявить, сняв контроль разума. Вот в айвейшен контроль не снимается, что там делает человек. Да, двигаться нельзя, он занимается дыханием, он полностью погружается в дыхание. А в ребёфинге взаимодействие подразумевает активное взаимодействие между ведущим и дышащим. То есть там ведущий ведёт. А в холотропном дыхании получается сам холонавт более развивается. А задача Ситтера, ну, я сейчас буду рассказывать, что это за персонажи, задача Ситтера выступить для него практически ангелом-хранителем. То есть помочь ему максимально проявить себя в процессе вот этого холотропного дыхания. Понятна разница, да? То есть в айвейшене человек себя не проявляет, то есть он отказывается от тела практически, двигаться нельзя только в дыхании. В ребёфинге непосредственная работа с тем, кто вводит в это состояние, а в холотропном дыхании несколько иное получается. Там даётся больше свободы. И ещё одно отличие, что холотропное дыхание не подразумевает под собой воздействие, внешнее воздействие на холонавта. То есть он сам полностью всё делает, но есть небольшое исключение. Там тоже есть музыкальное сопровождение. О музыке сейчас тоже будем говорить более подробно. То есть ведущий группы холотропного дыхания не программирует того, что будет происходить в группе. А задача как раз более опирается на те переживания, которые будут испытывать холонавт. И ещё одно отличие, пожалуй, вот это я прошу обязательно зафиксировать. Холотропным дыханием, в отличие от Vyvation, самостоятельно заниматься запрещено. Запрещено заниматься одному в доме холотропным дыханием при отсутствии ситтера или при отсутствии специальной музыки. Вот это то, что касается отличий. Вот этих трёх, казалось бы, родственных направлений. Хотя, если вы возьмёте некоторые книги, посвящённые шаманизму, там наверняка вы... Ну, допустим, есть такая замечательная книжка, по части изданная малым количеством экземпляров, «Шаманские техники». Иван Янде, один из авторов этой книжки. Вот и Олард Диксон, второй автор. Вот по имени и фамилии первого автора вы понимаете, что это как раз представитель народностей Севера, да? Иван Янде. И вот там как раз они описывают очень интересные техники, дыхательные упражнения в том числе, которые можно использовать вот в этих техниках. Почему, слава богу, эта книжка издана малым количеством экземпляров. Это достаточно интересная книга для практики. Но, не дай бог, это будут практиковать большинство. Потому что, в целом, когда сознание человека не подготовлено, это может привести к достаточно специфичным элементам. Вот, допустим, с точки зрения Вайвейшн, очень интересная идея. Очень любопытная. Но самое главное, что действительно должен быть тот, кто будет контролировать, что будет происходить с человеком. И если, допустим, в Райвейшн есть, кто будет контролировать, как бы, да, и он сам ведет и управляет, то здесь, в холотропном дыхании, просто Ситтер наблюдает и старается максимально помочь холонавту прочувствовать то, что с ним происходит. Но Ситтер никак себя не проявляет. То есть, он ничего не предлагает ему, ничего не внушает в определенной степени, только музыка. Ну что же, теперь давайте, пожалуй, более подробно. Итак, Станислав Гроф, ну, более подробно у меня как раз о Грофе есть отдельная лекция, посвященная биографии Грофа, поэтому сейчас вкратце, да. По своему направлению, по своей первичной подготовке Станислав Гроф – психиатр, и второе направление у него было психоанализ. Был психоаналитиком и, собственно говоря, работал до середины 50-х годов в русле в этих двух направлениях. Но довольно быстро он стал обращать внимание на то, что, в принципе, психоанализ в чистом виде не полностью его устраивает, потому что есть некоторые психоделические переживания, которые объяснить при помощи психоанализ достаточно сложно. Тогда Гроф постепенно стал разрабатывать новую карту бессознательную. Вот это зафиксируйте. Итак, новая карта бессознательного по Грофу включает в себя три области. Три области. Первая область называется «Область личного и биографического бессознательного». Ну, в скобочках запишите Фрейд, да, идею Фрейда. Область личного и биографического бессознательного. То, что мы с вами на прошлой неделе по Фрейду как раз рассматривали. Вот как раз сюда как раз вписывается. Вторая область – это область трансперсонального бессознательного, которая включает в себя архетипическое или коллективное бессознательное. Ну, тут уже очевидно, что это Карл Густав Йонг, да, его идея. И третья область, которую предложил Гроф, ну, мне кажется, тут вы уже и сами догадаетесь, что Гроф предложил. И тут все сразу стали догадываться. Ну, что Гроф предлагал? Нет. А если немножко более шире посмотреть, что он предлагал? Какие матрицы? Б, П, М. Базовая перинатальная матрица. Да? Соответственно, это перинатальная бессознательная. А перинатальная бессознательная – это некая граница, некий мост между личным и трансперсональным бессознательным. Мало того, вот эта перинатальная бессознательная довольно подробно наполнена символикой и переживаниями смерти и возрождения. И вот Гроф постепенно начинает пересматривать фрейдийскую модель психики, предлагает как раз вот эту новую картографию бессознательного и строит новый конструкт психоделических сеансов. В 1975 году Гроф зарегистрировал официально дыхательную технику, которую назвал холотропное дыхание. Обратите внимание, это тогда же, когда появилась Вайвейшн. В том же самом году. И, соответственно, с 1975 года эта техника активно развивается. Какие еще дополнительные нюансы здесь есть? То, что холотропное дыхание позволило входить в измененное состояние сознания, не используя наркотические вещества. Второй момент. Ну, помните, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая преград. Вот так же, как в своей бытность Якоб Леви Марино, сидя в скверике и сухомятку проглатывая булочку, подавился, ему в голову пришла светлая идея. И вот так, по его воспоминаниям, появилась психодрама как метод. Вот то же самое случилось и с Грофом. Однажды, работая в осолене, Гроф потянул спину и не смог вести групповой процесс. И это абсолютно логично. Что делает Гроф тогда? Тогда он вышел из этой ситуации, предложил группу разбить на пары, где в паре один становится холонавтом, а второй ситтером. То есть, один становится, ну, как бы мы в психодраме сказали, непосредственно героем нашей встречи, как бы, да, протагонистом, а второй становится неким фоном, то есть помощником таким, или ангелом-хранителем. Ну, ситтер – это сиделка, буквально, перевод, а мы можем сказать помощник. Как бы, да, получается сначала один герой, потом второй герой. Вот так они в парах меняются. И оказалось, что в целом работа в парах вышла более эффективной даже нежели, чем групповая. Вот такая вот интересная подсказка случилась. Ну, их достаточно много. Еще один момент, пожалуй, я здесь все-таки прошу вас зафиксировать в протоколе. В 1993 году Минздравом РФ «Холотропное дыхание» было официально зарегистрировано в качестве одного из 28 методов психотерапии. Я вам их диктовал вот на первых наших занятиях во психотерапии. Значит, теперь, пожалуй, давайте еще несколько моментов рассмотрим. Первое, как я уже говорил, где о «Холотропном дыхании» можно более подробно прочитать. Это книжка Кристины из Танислава Грофа «Нейстовый поиск себя». Второе, что обязательно нужно проговорить, что у метода есть противопоказания, а с этого нужно обязательно начинать. Этим мы и закончим разговор о «Холотропном дыхании» сегодня. Следующее противопоказание у «Холотропного дыхания». Первое – это беременность. Ну, это, в принципе, противопоказание и для занятия гипнозом тоже, да, потому что, в принципе, это может чему привести, сработает триггерматочное сокращение. Ну, а вы знаете, что плод, в принципе, находясь в отраве матери, находится в материнском таком некотором трансе, и любое внешнее воздействие на матча чревато тем, что плод будет в некотором плане более активен, да, и будет стараться несколько противодействовать. Для эпилепсия тоже понятно, что физический или эмоциональный стресс может послужить как раз спусковым крючком для того, чтобы, ну, что ли, случился припадок очередной. Глаукома, объясню, что это такое, да. Внутриглазное давление может увеличиться при переживании стресса, и это может усугубить состояние человека. То же самое, недавние переломы операции, то, о чем я уже говорил по поводу «Вайвейшн». Если будут возникать какие-то интенсивные движения, а как раз человек, который занимается холотромным дыханием, он-то как раз и может совершать любые действия, ну, кроме тех, которые будут для него опасны. Допустим, если он захочет резко ударить рукой, ситтер постарается сделать так, чтобы он ударился его что-то мягкое, потому что он это делает неосознанно. Задача ситтера – его охранять, допустим, да, но все равно там могут быть резкие движения. А учитывая то, что какая-то рука или нога, допустим, да, или еще какая-то часть тела были травмированы или был переломчик, волей-неволей может как раз задействовать именно эту зону организма и усилить это состояние. Дальше МДП, маниакально-депрессивный психоз, параноидальный психоз. Ну, Господи, это и так понятно, что в целом вот эти новые какие-то эмоциональные переживания могут как раз опять же вызвать спусковой механизм, триггер вот этого вот эмоционального переживания. Что еще? Это высокое кровяное давление. В данном случае переживания, да, какие-то эмоциональные. Эмоциональные в состоянии вот именно переживаний холотропных могут повысить в результате стресса, в результате каких-то переживаний свое состояние. Поэтому тоже может быть несколько проблем. Вот. Ну и, естественно, категорически холотропное дыхание, ну, запрещено для людей, имеющих некоторые психические отклонения, что, в принципе, неудивительно. Теперь, вот как в любой инструкции для лекарства, да, мы посмотрели противопоказания. Теперь давайте посмотрим, для кого или в каких случаях уместно применять холотропное дыхание. Значит, первое. Для избавления от депрессивных состояний. Вы меня спросите, да, если МДП у человека есть, как его избавить от депрессивных состояний? Разные фазы, да, отвечаем. Второе. Невротические и психосоматические симптомы. Да, здесь холотропное дыхание действительно может помочь. Дальше. Сексуальное нарушение, очевидно. Следующее. В случае длительного стресса, да, вот как последствия длительного стресса, тоже для устранения этого состояния рекомендуется также использовать холотропное дыхание. Проблемы во межличностных отношениях. Проживание каких-то кризисных ТЖС, трудных жизненных ситуаций. Для борьбы с зависимостями. В частности, это могут быть наркотические зависимости или алкогольные зависимости. Повторюсь. Вопрос. Это можно поставить под вопрос. Но все равно, как бы, мы должны учесть, что это в целом как один из вариантов. То есть, вообще, для терапии зависимости холотропное дыхание используется. Грофт его предлагал использовать. Так, следующее. Это освобождение от страхов и комплексов. Ну, и теперь положительные совсем. Для развития интуиции. Для развития интуиции. Для практики глубинного самопознания. И для активации творческих способностей. Вот то, о чем мы с вами на прошлой неделе на МОСПО говорили. Помните как раз? Как же активировать эти творческие способности так, чтобы это было качественно, длительно и продуктивно. Итак, в холотропном дыхании есть только два основных инструмента. Первый инструмент – это дыхание. Это важнейший физиологический процесс, который нужно правильно применять. Второй инструмент – это музыка. Ну, о музыке мы еще сегодня будем говорить отдельно, более подробно, как я уже вам об этом говорил. А сейчас давайте зафиксируем следующее. Перед тем, как проводить холотропное дыхание, обычно участников не то, что инструктируют, но дают достаточно подробные знания о том, с какими типами феноменов они смогут столкнуться, испытывая холотропные вот эти переживания. Значит, давайте запишем. Тут, извините, наверное, мне придется немножко повториться из лекции по трансперсональной психологии по ГРОФу, но ничего не поделаюсь. Значит, ГРОФ предлагает четыре области дать участникам знания о четырех областях, с которыми они могут быть связаны. Первая область, первый барьер – это сенсорный барьер. Вы помните о Вербере? Опять же, я вспоминаю Бернарда Вербера и его замечательную… Если не ошибаюсь, там уже пять книг было написано, шесть, шесть книг даже. Шесть книг. Но первая книга у него на эту тему называлась «Тонатанавта». Там, где люди как раз… Читали, да? Нет, слышал. Я хотела до нее добраться. Посмотрите, книжка любопытная. Ну, повторюсь, у Вербера есть одна очень, я бы сказал, печальная черта. Он пишет очень интересно. До последнего у вас есть интрига. И потом в конце раз, как по Харпсу, когда же наконец все это окончится, и тут сразу раз, и все сразу кончилось. И вы чувствуете какую-то фрустрацию, и понимаете, ну, вас не обманули, ну, что-то вот в конце вы недополучили. Но начинается следующая книга. И следующая книга опять вас захватывает. И вот так вот вы идете, волнами идете, 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 и в конце вы опять… Вот как-то интересно получается. Хотя то, что он там описывает, безусловно, довольно любопытно. Вот важно то, что люди, преодолевая физическую оболочку, описывают несколько очень важных этапов. Вот, допустим, там по Верберу есть… Ну, давайте вот на что обратим внимание. Писатели-фантасты в ряде случаев также осязают то, что происходит в будущем, или осязают то, что будет в дальнейшем открыто, как и ученые в определенной степени, которые предвосхищают какие-то открытия. И в данном случае к этому надо максимально серьезно относиться, при всем том, что, безусловно, эта литература больше развлекательного плана. И вот там как раз человек, который уже, в принципе, преодолел физическую оболочку, то есть он ее лишился, сначала преодолевает этап человеческих страхов. Это то, что в целом больше всего его пугало при жизни. Там он проходит как раз через собственные страхи. Вот, допустим, первый этап есть. Второй этап следующий – там, где появляется новая отношения. Почитайте, на самом деле очень интересно, вот эти вот этапы, вот эти периоды описаны подробно. И вот, смотрите, первый барьер, который описывает Грофф. Естественно, я полагаю, что Вербер писал эту книгу под влиянием Грофф. Безусловно. Тут даже гадалки не ходили. Второй момент, под чьим влиянием Вербер писал эти книги. Это Рэймонд Моуди. Рэймонд Моуди. Он же Рэй Моуди, вот как раз автор вот этих книжек «Жизнь после жизни, жизнь после смерти». Тоже однозначно, потому что слишком все близко. А Моуди был реаниматологом. Да, я о нем сегодня в начале лекции как раз говорил. И вот тут-то как раз тоже интересно, вот эти переживания. Теперь давайте возвращаюсь к Грофф. Ничто не предвосхищало беды, как на НТВ в передаче. Итак, значит, давайте все-таки рассмотрим. Первое, сенсорный барьер, который человек должен преодолеть. Это звуковые образы, это зрительные образы, которые не имеют конкретного содержания. Ну, допустим, огоньки, звездочки, какие-то легкие звуки. Вы это чувствуете, когда засыпаете. Вот начинаете засыпать, а вдруг чувствуете там, да, вот какой-то звук случайный. Да, вот какой-то отголосок чего-то. Это не привет шизофрении, это просто вы засыпаете. Или, допустим, глаза закрыли, а у вас перед глазами что-то движется, да, какое-то время. Вот какие-то изображения. Еще, это ощущение тела, допустим, ощущение холода, ощущение тепла. Это напряжение, расслабление. То есть это вот как раз первый сенсорный барьер, который необходимо преодолеть. Второй барьер. Это барьер индивидуального бессознательного. У каждого из нас есть свои предустановки, определенные в жизни. Это то, чего мы в жизни можем бояться, что мы в жизни можем не принимать. И то, что, находясь в измененном состоянии сознания, с чем мы можем столкнуться, и что нас может немножко встряхнуть. То, что мы можем полностью не принимать, это содержание индивидуального бессознательного, это индивидуальный опыт. То, с кем нам посчастливилось в жизни столкнуться, пообщаться. Эти выводы, которые мы смогли в индивидуальном бессознательном сделать, это могут быть люди, это могут быть ситуации, это могут быть некоторые события, которые могут вызывать у человека достаточно сложные ощущения. Иногда они могут быть романтичными, как то, что связано с прошлым, всегда с романтикой связано традиционно. А может быть связано с каким-то очень тяжелым переживанием. Третий уровень, третий барьер, перинатальный барьер, и там как раз четыре перинатальных матриц. Более подробно в лекции, а здесь как раз первая перинатальная матрица до начала родов. То есть это максимально комфортное существование плода, в целом он особо ни в чем не нуждается, его функция только рост. Ну, в принципе, часто говорят, что существование ребенка в утробе – это практически рай. Ну, как вам сказать рай? Однажды у меня один участник группы погрузился в это состояние, и вот мне сказал, что он слышит какие-то шумы, звуки, бульканье, слышит голоса, но не может понять, что там происходит. Я как-то ломал-ломал голову, вдруг меня осенило. Он же на первой перинатальной матрице в переживаниях оказался. Он находился в материнской утробе и включил те воспоминания, которые были там у него. Он слышал звуки материнского организма, а человеческий организм, он обычно шумный, вы знаете, да? Есть такая особенность. Он функционирует, потому что. Вот. А второе – то, что происходило вовне, когда человек находится в водной оболочке, естественно, то, что происходит вовне, звучит иногда более громко, иногда более неотчетливо. Ну, если вы в море под водой или в бассейне прятались от кого-нибудь, да, вы знаете, да, что под водой имеется в виду. Вы наверняка знаете, да, что звуки там немножко по-иному воспринимаются. И, естественно, вот это те самые переживания. Вторая перинатальная матрица – это начало родов, когда матка не открыта, но плод чувствует сильное сдавливание и безысходность. Отсюда всевозможные депрессивные переживания, попытки суицида и прочего, да. Вот эта вот борьба, которая никак ничем не оконит. Вчера я смотрел очень такой забавный норвежский фильм «Ужасов» с прекрасной северной природой. Вот, я очень радовался этому, а фильм «Ужасов» меня немножко обрадовал. В общем, эти нехорошие, страшные бывшие люди всех убили. В общем, все кончилось. Вот как-то вот иногда фильм «Ужасов» связан с тем, что все-таки что-то будет, какое-то продолжение. А тут никакого продолжения нет. Просто вот так вот раз, и все сразу кончилось. Такая, несколько знаете, такая северная, такая вот, очень интересная, северный фильм «Ужасов». Вот, без всякого юмора, без всего. Хотя юмор там был, вот такой несколько был тоже свой, отмороженный. Вот, но, ладно, значит, был забавно, я смеялся. Значит, следующий, третий, это третья перинатальная матрица, когда сдавливание продолжается, но матка открывается, и появляется цель, определенная цель, при достижении которой все будет складываться благополучно. Отсюда это борьба между жизнью и смертью, да, и попыткой возрождения. Ну, и четвертая перинатальная матрица, это уже существование в новом качестве, то есть в качестве не внутри утробы, а в качестве нового индивида. Наконец, четвертый барьер, это трансперсональный уровень, надличностный уровень, который сам по себе тоже бывает очень и очень причудливым, и я неоднократно сталкивался вот с такими очень любопытными феноменами надличностного плана, когда у меня участники начинали довольно необычно писать что-то быстро, подробно, и, знаете, это было наподобие нотной грамоты, при условии, что эта девушка знала ноты, она музыкант, но она писала не нотную грамоту, а написала что-то наподобие эфиопской вязи, причем старой эфиопской вязи, и очень хорошо писала, то есть было понятно, что она знает это. Впечатление было, как будто бы она конспектирует просто. И вот постепенно на листе появилось, ну, порядка, наверное, 10 или 12 вот таких вот строчек подробно, потом вот такая строчка у меня в кабинете висела в рамочке на стене, вот я как раз ее потом увеличил, на стене повесил, я помню, висел, куда-то потом она мне оделась, не знаю даже. Вот, но это было действительно довольно любопытно, что это такое, вот как она, я потом ее спрашивал, что она чувствовала, она так улыбалась, как-то вот что-то вспоминала и так далее. Ну, понимаете, не всегда то, что принято здесь у нас, человек, который испытывает вот эти вот определенные трансперсональные наличностные переживания, может описать, и он может испытывать некоторые опасения, что его здесь могут несколько, точнее, его поймут, но поймут неправильно. И это происходит чаще всего, да, поэтому здесь, безусловно, эти переживания, они бывают разные. Почему я говорю, что к ним надо максимально внимательно относиться, не пытаться их отрицать, они очевидно существуют, не пытаться говорить, что это оптический обман, как по Хармсу, да, а пытаться во многом просто более серьезно к этому относиться. Мы сейчас находимся на том этапе, когда нужно накапливать информацию для того, чтобы ее классифицировать, но не пытаться объяснять в той или иной степени. Любая попытка очень подробного объяснения этих феноменов приведет к аберрации, к заблуждению. Это было не раз. Или попытка сразу привнесения сюда философии. К чему это приведет? Это приведет к некоторому новому, как бы сказать, нерелигиозному, но околорелигиозному направлению, что тоже вызывает дополнительные вопросы. Как бы, да, и так все это было, какой смысл в этом есть? Когда основные религии существуют, а остальное, в принципе, вот разные точки зрения, ставится разными точками зрения. Итак, какие же, собственно говоря, переживания может испытывать человек, когда выходит за пределы трансперсонального уровня? Ну, запишите, пожалуйста. Первое. Переживание двуединства. Един в двух лицах. У меня есть монетка греческая, где как раз на ней изображен Янус двуликий, да? Там пожилой человек и молодой человек. Вот как раз вот это двуличие, да, некоторые. Но, с другой стороны, двуличность может быть. Через два дня я буду читать лекцию, посвященную, я давно ее хотел прочитать, вот, одному очень одиозному психологу, гению, ну, очень странному гению, который 23 года застрелился. Он плохо кончил, он долго умирал, но дело не в этом. Вот авангингер. И, в принципе, сам он по себе, ну, в психологии так же одиозен, как и Тимоти Лирии, и так же значим. Но Тимоти Лирии, понятно, из-за чего? Из-за его, как бы, да, вот, пристрастий к наркотическим веществам, и попытки объяснения их, в той или иной степени, как важной такой составляющей познания. Ну, не только. Безусловно, Лирия, у меня отдельная лекция, кстати, в Ютубе я ее целиком не выкладываю. Вот биографию, да, а вот остальное не совсем догадываетесь почему, не буду, да? Вот, а что касается Ваннингера, да, это 100% мизогения, женоненавистничество, 100% даже больше, но, с другой стороны, это человек, который во многом помог увидеть что-то новое, вот в этих взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, впервые об этом заговорил, кстати, даже Бахтинову в свое время достаточно, ну, называл человеком гениальным. Повторюсь, мальчику 23 года застрелился, да? А важно другое, когда он умер, считали, что он уже маститый ученый, но он уже имел докторскую степень тогда, маститый ученый такой уже, что он, наверное, был уже под 50 или больше, ему 23 года, пацан, мальчишка вообще еще никто. Три книги написал, одна из них 600 страниц. Вот, но вот все-таки, ну, ладно, знал несколько древних языков и так далее, то есть там вот такой явно неординарный товарищ был, ну, ладно, не будем туда уходить. Значит, смотрите, переживание, отождествление себя с другими людьми. Просто я, когда буду говорить о Вайнингере, я обязательно вернусь вот к этому вопросу по поводу трансперсональных переживаний. Может быть, даю сразу такую закладочку, пересечение будет у нас. Отождествление с другими людьми. Следующее, отождествление с группой или групповое осознание. Еще один эффект, это отождествление с животным или с животными. Ну, это вы очень хорошо знаете, помните, по архетипам, да, архетипы животных. То есть они тоже могут очень хорошо включаться, человек может прекрасно себя на этом уровне вести. Следующее, отождествление с растениями или даже с ботаническими процессами. Единство с жизнью. Планетарное сознание. А мне описывали участники нашей группы то, что они путешествовали между планетами, между мирами. Ну, давайте не будем туда уходить, как бы, да, я просто поясняю, что вот эти переживания бывают очень яркими, люди их очень подробно описывают, но иногда как бы несколько начинают стесняться, потому что могут опасаться, что их неправильно поймут. Но кто у нас может путешествовать между мирами вот в наше время? Сразу сглотнули, да? Вы правильно поняли. То есть вот в данном случае психиатры поймут, да? Поэтому, естественно, для обычных людей подобные переживания могут быть и чуждыми, и тревожными, и непонятными. Но все равно это важно. Какие-то внеземные переживания. Или отождествление себя с Вселенной. А снова возвращаю вас к Верберу. Там, где уже в пятом или шестом томе книжка называется «Мы боги». Там, где уже Бог создает новую Вселенную, новое человечество, и начинает развивать как бы, да, вот она идея. Вселенная состоит из нескольких каких-то определенных планет, над каждой из которых находится некое свое условное божество, там, ну, демюрка такой, да, частный бог, будем говорить, творец. Есть верховное божество, которое контролирует этих... Очень интересная структура. Еще, кстати, смотрите, с точки зрения вот этих вот Вселенной, внеземных переживаний. Вспоминайте книжку. Вот я даже задам вам такой вопрос. Скажите, Среди... Полина, вы были во Флоренции? Вы меня поняли, да? Были там, где он это написал? Я имею в виду Данте Алигери. Сейчас пытайтесь вспомнить. Помните, там, напротив, маленькое окошко, где была такая, ну, такая многодетная мать, но она была как бы не слишком красавицей, я бы сказал, что она совсем была не сильно красавицей, но звали ее Беатричей, как бы, да, вот так вот он ей посвятил эту божественную комедию. Флоренция, да? Огромный собор, огромнейший собор, который каким-то образом вмещен во все вот это вот огромное количество домов, близко-близко-близко друг от друга построенных. Вот именно в этом городе появился человек, который описал оборотную сторону, да, вот эту божественную комедию, то есть то, что находится там, в тех мирах, структура вот этого загробного мира, как все это происходит, очень подробно все это описываю. Кто-то из вас божественную комедию до конца дочитал? До конца? Я вот недавно наткнулся на эту книжку, я думаю, господи, неужели дочитал? Я уже забыл когда, я читал ее лет 20 назад, наверное. Я думал, что, наверное, дочитал. Я ее открываю, думаю, скорее всего, все-таки закладка уже до конца. Нет, я не дочитал, то с чем-то страниц не вынес. Это было невозможно. Надо будет попробовать заново, но заново начинать тогда придется. Вот тут уже сложно. Проблема в переводе. Это раз, проблема в том, что все-таки немножко другой язык, и мы немножко устаем от этого. А вторая попытка вот такого вот некоторого вестничества, что ли, да, у нас это Даниил Андреев с Розой Мира. Вот о нем у меня отдельная лекция была, и некоторые, может быть, имею некоторые основания, этим немножко гордиться, что с супругой Даниила Андреева я был знаком в 90-е годы. Пускай шапочно, но я с ней познакомился. Она к нам на вкультет приходила. Вот, поэтому это тоже довольно любопытные такие переживания. Вот смотрите, вот это вот те самые внеземные переживания или переживания, связанные с некой Вселенной, или с некоторыми мирами, которые люди могут описывать. Их мало, этих переживаний. Кстати, если будет интересно, почитайте стихи Даниила Андреева, посвященных вот этим мирам. Они есть в интернете, к сожалению, в большинстве случаев только в интернете их не печатают. Но это довольно интересные вещи, которые абсолютно нетипичны для человека 30-х, 40-х, 50-х годов. Он вообще очень странный поэт. Ну, в лекциях, в лекции я вам рассказывал подробно, поэтому не буду. Последнее. Вот, когда я говорил о двух Андреевых, эта лекция была посвящена двум Андреевым, Даниилу и Леониду Андрееву, правильно сказать, Леониду Ацу и Даниилу, вот, я думал, что это будет очень тяжелый материал. И под конец, я думал, что я безумно устан, под конец я чувствовал себя удивительно легко. Физически я устал, психологически я отдохнул. Вот это было очень странное переживание. Ну, вот, будет желание, посмотрите или лекцию, или почитайте его, но, повторюсь, там надо немножко вот к этому привыкнуть, что это тоже некоторые переживания, более относящиеся к трансперсональному. То есть, Даниил Андреев, это трансперсональное переживание. Это не Леонид Андреев, который гениальный писатель. Даниил Андреев, я не знаю, как его классифицировать. Он у нас вообще никакую классификацию не вносится. А Роза Мира, вот как описать эту книгу, о чем она, что это, что такое уисрарары, скажите мне, пожалуйста. Нет, я могу объяснить, дело не в этом, просто это для нас совершенно непонятная структура, которая не вписывается в наш мир. То есть, это знание, которое ценна само по себе, как некое знание, но что это, как описание того, что там находится, или как некая фантастика, ну, вот сказать сложно. Опрометчиво называть это фантастикой, но, с другой стороны, повторюсь, такого в истории мировой литературы, в принципе, не так много случаев. Есть разные, но вот описание мира того настолько подробно подробно. Итак, следующее, это выход за пределы линейного мира. Вот это вот очень интересно. Это могут быть внутриутробные переживания, это может быть опыт предков. А если вы в курсе, я занимаюсь нелинейным временем, поэтому как раз с этим я напрямую связан. Опыт предков, допустим, когда мы говорим о гипнотических регрессиях, когда мы человека возвращаем в определенный период, связанный, да? Следующее, это опыт коллективного бессознательного или опыт национального бессознательного. Помните, я вам говорил, что национальность сама по себе особой роли может первоначально и не играть, но как только дело касается физического выживания, срабатывают как раз принятые для национальности способы выживания. И вот тут-то они оказываются очень сильными, очень устойчивыми. А национальностью, ну, скрывать ее бессмысленно, гордиться ей, безусловно, нужно, но вот вас гордиться бессмысленно, как бы, да, вот, именно гордиться, но в умеренных пределах, тем более, что сколько национальностей в каждом из нас понамешано, поэтому давайте не будем здесь настолько сильно гордиться, а то так скоро и обед наступит. Значит, следующий момент, это переживание прошлых жизней. А вот тут, помните, тоже отдельно я говорил, Джек Лондон, помните, путешественник во времени, путешественник к звездам, кажется, так называется книжка, «Смирительная рубашка, путешественник к звездам». Вот, это очень нетипичная для Джека Лондона книга, в которой как раз описывается ситуация, когда человек убил другого, правильно сказать, не убил, но ему это убийство вменяется, и он в тюрьме ожидает смертной казни, его периодически одевают смирительную рубашку, где он не может двигаться, и он обучает себя перемещаться по своим прежним жизням. Читали, да, эту книгу? Вот, пожалуйста, то же самое, то есть переживание прошлого воплощения, что это такое, сказать сложно. Когда в гипнотической регрессии человек посылает, что, допустим, не описывает свою прошлую жизнь или какую-то прошлую, один не описывает, но обидно, говорит, сидит, улыбается, приучает чай на диване, говорит, обидно, обидно, повторяет, я говорю, что обидно? Говорит, у меня вот до этого, вот буквально, был праздник, а на следующий день они прискакали, говорит, и вот в кольчок, вот сюда вот как раз, говорит, попало копье, он написан, говорит, больно и обидно, говорит, потому что сразу на следующий день после праздника меня убили. Он сидит, пьет чай, говорит, обидно. Еще один написал расстрел, длинный коридор, тусклые лампочки качаются, как бы, да, куда-то ведут, темное какое-то помещение, и где расстреливают? Я говорю, а как расстреливают? Он говорит, а я не видел как, я говорю, значит, в затылок. В затылок, скорее всего, наши расстреливали. Задал следующий вопрос, советский совет, у вас кто-то из родственников был репрессирован? Он говорит, да, были, я говорю, но скорее всего, туда вы попали. То есть вот это вы и почувствовали. И эмоции, и прочее переживание, то есть эти переживания, это могут быть прошлые воплощения, могут быть воплощения или какие-то переживания опыта родственников. Это тоже может немножко сказываться. Необычные переживания, но это не линейное время, однозначно. Следующее, это переживания, связанные с некоторыми феноменами, которые вообще выходят за пределы времени. Кстати, меня однажды одна студентка в университете после лекции спросила, говорит, Дмитрий Анатольевич, скажите, а вечность, она статична? Я сказал, хо-хо-хо, и ушел быстро. Знаете, так обычно делал Санта-Клаус. Потому что, в принципе, вот такие вопросы по весне задавать не надо. Вечность, она статична. Вам часто такие вопросы в голову приходят? Статична ли вечность? Вопрос интересный. Но, вы знаете, наверное, тогда давайте мы поймаем еще физика и психолога, и им вдвоем зададим этот вопрос. Вот это будет интереснее, красный. Потому что физика это тоже вам наука отнюдь не столь, да, вот для нас во многом понятная и ясная. И тут надо тоже включать элемент шизойности, может быть, философского восприятия. Потому что по-иному ты в этом не разберешься. Следующее это сужение сознания. Феномен сужения сознания. То есть это встречи с духами, с духами животных, переживания медиумов. Но медиумов у нас и сейчас в принципе немало встречается. Как их найти, вы знаете, наверное, да, не знаете. А вы посмотрите, вот сиди. Да, да, потенциально. Вот, я просто пояснял. Да, все просто. Смотрите, бледность кожи, сенситивность повышенная, как бы, да, вот эта чувствительность, в ряде случаев некоторая мнительность. С другой стороны, способность иногда выходить за пределы своего состояния для того, чтобы чувствовать, понимать, какие сыны присутствуют. Я тебя испугалась. Я тебя испугалась. все нормально. Нет, они есть и сейчас, просто раньше на них акцентировали внимание, сейчас в этом нет необходимости. Но, я поясню, что это в целом было, да, и когда говорили о медиумах, то есть человек, который, собственно, через свое тело пропускает некого духа и так далее. Помните, у Булгакова, дух императора, скажи, долго ли большевики продержатся в власти. Да, вот это классика. Дух императора, ключевое слово. В чем здесь дух императора, ты из какого произведения после не все читала? Ой, сейчас вспомню. Подождите. Так, в цирк водили, в цирк как раз. Слушайте, мне кажется, это собачье сердце. Собачье сердце. Собачье сердце. Значит так, дальше, смотрите. Это встреча с духовными учителями. Со сверхчеловеческими сущностями. Помните техники, да, поход к мастеру, не на заводе мастеру, который там с перегаром, а мастер как мастер, да, то есть учитель, поход к учителю. Вот много таких техник медитативного плана, где как раз вот, они, кстати, с дыхательными упражнениями также связаны. Дальше, встреча с божествами, переживания каких-то символов. Опыт демиурга, опыт создателя. То есть здесь они бывают достаточно разные. следующее. Это некоторые трансперсональные переживания, связанные с непонятными физическими способностями, непознанными физическими способностями, которые могут ни с того ни с сего открыться у человека. Это спиритические феномены. Но вот в лекциях по психотерапии у меня есть как раз две лекции, посвященные спиритуализму. Спиритуализм, да, там я про Конодоли рассказывал, Артура Конодоли, который был как раз одним из ведущих представителей церкви спиритуализма в конце прошлого века, в начале прошлого века. А второе – это неоспиритуализм, где как раз рассказывают о том, какие сейчас направления в этом тоже есть и чем-то чревато. То есть отрицать это бессмысленно, но нужно понять то, что в принципе увлечение вот этим спиритуализмом человека может очень хорошо дезориентировать в реальности. Вот это самое опасное. А когда у нас реальности практически нет линейной, дезориентация приводит вообще к очень печальным последствиям часто. Ну, там в лекции подробно об этом рассказываю. Следующее. Это опыт взаимодействия с полтергейстом. Сталкивался кто-то с таким вот буйным духом? В жизни сталкивались, да? Не знаю, что там было за буйный дух, но коробки только так в квартире. Может быть, это кот был? Нет, кошка сидела рядом со мной, коробки летели с другого. Кошка шипела? Кошка вот с таким хвостом махала в сторону. Просто она стояла, смотрела в сторону коробки практически рядом и просто лапой полом кулатила. Ну, кстати, помните фильм Гост, да? Призрак? Американский фильм. Вот там, как он пытался как бы, да, немножко дать информацию о том, что он находится рядом. Пытался сдвигать предметы каким-то образом. Сначала мы получим... Это был очень интересный момент. После этого Мерингеновский снимок свой ой, посмотри, в инвалидном освечивании оставила на фоне фотографии. Ну, просто оставила, он стоял там. В какой-то момент я обратила внимание, что на этом снимке четко увидел портрет женщины. Причем, когда мне пришла соседка, она говорит, откуда у тебя фотография Петровна? И назвала она, говорит, это просто фотография хозяйки, как-то как-то вообще достал против него. Ну, Петровна уже помните, был фильм «Гений». Вот там как раз вот как ученый объяснял вот это изобретение, говорит, вот это вот этого нет, вот это вот есть. Все. Или помните ДМБ. Ты видишь суслика? Нет. А он есть, да? Та же самая логика приблизительно. То есть, вот в данном случае, ну вот, кому приходилось с этим сталкиваться, да, безусловно, немножко странно, непонятно, иногда немножко жутковато изначально, потому что то, что мы не можем контролировать, вызывает у нас обычно страх. Страх или агрессию ответную, защитная реакция. Ну, безусловно, что-то есть. И еще один момент это встреча с НЛО, допустим, да, когда происходит определенная встреча с НЛО или какие-то контакты и прочее. Кстати, я не могу сказать, что таких людей мало, хотя вот встречались подобные случаи, приезжают телевизионщики, внезапно, в организации, сразу появляется несколько людей, которые видели НЛО, хотят об этом рассказать. Честно говоря, у меня даже роя встали дыбом, потому что я не ожидал такой лихости гусарской от людей. То есть, видели НЛО, решили сразу сообщить миру, что они видели НЛО. Ну, ладно. В принципе, страшного ничего нет, но, слава Богу, это давно было. Уже мы немножко поменялись все. То есть, мне кажется, просто надо ТВ захотелось. Но тогда не было такого канала. Вот. И это, безусловно, тоже очень специфический феномен. Кто-то описывает, кто-то сталкивался, кто-то видел, кто-то наблюдал. И помните, как Густав Юнг тоже говорил, что почему-то на ЛО мы всегда видим такого стального цвета, металлического, а серый или стальной, это цвет не этой жизни, то есть, не из этого мира. Поэтому, в принципе, может быть, так мы его описываем, чисто архетипически. А раньше описывали летающие сигары. Это до Фрейда было. Летающие сигары были. Потом, после летающих сигар, что у нас появилось? Цеппеллины. Помните? Они в какой форме оказались? В форме сигар. Цеппеллины, это сигары. Кстати, у Опеля, знаете, такой марк Опель, шильдик Опеля, там Z такая, молния такая, пересекающая в кругу. Первоначально там был изображен цеппеллин в кругу, а потом цеппеллин после его взрыва поменяли на молнию. Ну, шил на мыло, как говорится. Ну, ладно. В общем, все равно. Следующее, это появление у человека некоторых специфических таких опытов знакомства, допустим, с ритуальной магией. Ну, коллеги, наверняка вот на бытовом уровне вы с людьми, которые занимались какой-то ритуальной магией, сталкивались. Прямо или костно. Ну, просто, может быть, вы к этому серьезно не относились, но все равно это могло происходить. Следующее, это целительство и ведовство. Нет, ведьма, помните, Иван Грозный говорит, да, Иван Васильевич, меня и профессия, да, ты ведьма, ведьма, это знающая женщина. Это на самом деле женщина с высшим образованием. Это уважительное отношение, ведьма. Есть ведун, ну, такой же. Вот, да, ну, чаще-чаще его называют ведьмак. Ну, повторюсь, помните, ведьма занимается смесями, мелкими какими-то вещами, то есть бытовыми, а колдун занимается какими вещами? Более глобальными, да, то есть вот мужское и женское несколько разделено даже на уровне такой вот той самой магии. Очень забавно. Следующее, есть ситхи. Ситхи – это сверхъестественные силы и способность творить чудеса, то есть это некоторые возможности творить чудеса, некоторые духи. Ну, кстати, помните, ситхарха Гаутама, да, помните? То же самое, то есть это способность творить чудеса. У нас святые тоже творят чудеса, в ряде случаев было. Хотя, что-то я сегодня по фильмам пошел, тот самый Мюнхгаузен, помните, как они говорят, чудо, 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 и все сразу признали, чудо, значит чудо, все нормально, зафиксировали, значит чудо. Значит, тоже ситх. Значит, тоже ситх. Значит, Мюнхгаузен – это ситх. Все, он воскрес, воскрес, чудо, чудо, все признали, значит все есть. Следующий – это лабораторный психокинез. Психокинез. Вот это вот тоже очень интересная вещь, которая в целом, наверняка вас с ней, я не знаю, сталкивались, не сталкивались, но вот у вас пластиковые прозрачные стаканчики с водой, и в принципе, глядя на эту воду, вы можете через несколько времени поменять цвет этой воды, в зависимости от того, что вы туда будете накладывать, какую мыслеформу, да? В принципе, это немножко к психокинезу можно отнести в ряде случаев, а я проводил опыт, я вам рассказывал, да, как у меня мужички пили разную воду, но это была не вода, и мужикам понравилось, да? Я им не давал установку на опьянение, а они поняли самый дешевый, выгодный способ, как бы, тогда еще не было вот этих, как они называются, санитайзеров. В принципе, это то же самое, то есть, получается, я открыл, ну, не открыл, я в который раз, как бы, там, всего лишь повторил то, что было для меня, вот, но я это почувствовал. Значит, способность оказывать воздействие или влияние на предметы. Каким образом? Я в лекциях своих рассказывал. Вот, в старом здании института нашего, которого на ней уже нет, группа у нас сидит в кругу, и женщина мне приносит на блюдце, кружку, точнее, чашку с чаем, я чашку беру в руки, а блюдце мне не нужно, я ставлю ее по центру, вот этого круга нашего, я прошу сконцентрироваться на этом блюдце с точки зрения воспоминания негативных переживаний каких-то. Он начинает концентрироваться, и буквально проходит минута-две, и это блюдце пополам, так трасса треснула полностью, она разбилась, но никто его не трогал, она лежала целая, он вдруг хоп, и разбилась. Вот та самая история. Таких много достаточно, можно привести примеров, но вот смотрите, вот этот психокинез, он специфический. Ну, а сказочный пример такого психокинеза, вы тоже знаете, это лихо-одноглазое. Чему не прикоснется, все же гулит получается. Значит так, следующее. Теперь все-таки давайте еще теоретическая основа ахолотропного дыхания. Это индийская парная яма, как я говорил, китайская ци, то есть ци – это космическая сущность и энергия жизни, пневма, древнегреческая, это дух и воздух. Гавайская ха, божественный дух, ветер, воздух, дыхание, то есть в принципе в разных культурах это везде присутствует. Гавайская ха, древнегреческая пневма, китайская ци, древнееврейский руч, дыхание, творческий дух и так далее. Ну, постепенно мы с вами подкрадываемся непосредственно к своему методу холотропное дыхание. Еще немножко осталось. Значит, музыка. Запишите музыка. Перед этим я хотела бы спросить по поводу того, что… Я ждал, я ждал этого вопроса. Книга называется «Радикальное прощение» и там предлагается такая техника под названием саттери. Как я поняла, суть ее заключается в том, что нужно дышать беспрерывно под череду вдох и выдох под громкую ритмичную музыку. Угу. Очень похожая техника. Угу. Угу. Вопрос немножко в другом. Самостоятельно дышит или кто-то за ним следит, наблюдает, контролирует? Желательно, чтобы кто-то наблюдал. Теперь вопрос. Он просто наблюдает или он управляет? То есть, он говорит, что делает? Просто наблюдает. Значит, ближе к холотропному. Да? Вот это вот различие между тремя техниками важно, чтобы вы помнили, да? Значит так, ну давайте рассмотрим музыку. Итак, музыка. Гроф предложил использовать музыкальные композиции народов мира. Этническую музыку. Это, во-первых, пение тибетских монахов, пение тувинских шаманов. Я просто сам севера, и, ну, ну, моя коллекция хамузов, вы знаете, наверное, нет, не знаете. Ну, нет, не важно, в органах еще называют. Вот, и однажды в свою бытность, как-то, ну, давно это было, уже лет 20 назад, я жил в одном, в одной нехорошей квартире, под нами жили люди, злоупотребляющие алкоголь, причем там несколько поколений было таких очень творческих. Были маленькие дети, это очень маленький ребенок, совсем младенец был, а остальные были постарше немножко. И вот как только младенец начинал орать, старшие начинали орать нецензурно и так далее, а перегородки между этажами были очень слабые, и было слышно все как, ну, за картонной стеной. То есть ощущения были омерзительные. Особенно, когда это где-нибудь в 2.30, в 3 ночи, полчетвертого и так далее. То есть, в принципе, сна особо не было. А я студенту своему дал записи горлового пения шаманов, которые я привез из Якутии. И он, так как он музыкант был и занимался амбентом, он поставил по такой медленную музыку, трансовую, как раз пение. Вот, что я сделал? Я включил как раз музыкальный центр, динамики поставил вниз к нашим любимым соседям и на полную громку включил горловую пение. Где-то в полчетверты ночи затихли. Прислушались Даже ребенок затих Я не знаю, что с ними дальше было Помните, потом в Comedy Club была как раз композиция На вернисаже как-то раз случайно встретила А я вас Вот это то же самое Такой дуэт И очень хорошо стало срабатывать На самом деле, сами по себе Горловое пение очень необычное Особенно со свистом Вы слышали, необычный свист И именно Вообще, когда мы говорим о ритуальной музыке Она безусловно особенная Я больше скажу, варган Или Хамус По звучанию напоминает звук Магнитного поля Земли То есть вот это вот идет Помните такой анекдот был? Чукша садится в купе Сидит скучно Напротив садится блондинка Едут скучно, он достает хамус Начинает играть Она говорит, убери Он убрал Едет дальше И становится скучно Она говорит, решила соблазнить Говорит, хочется? Да, давай только быстро Бау-бау-бау-бау-бау-бау-бау-бау В принципе, сам музыкальный инструмент Очень необычный Но давайте не будем сейчас туда полностью Уходить Следующее Это горловое пение эскимосов Что весьма близко Это песнопение суфийских орденов, горловое пение эскимосов. Ну, они все родственные, в принципе, священное песнопение суфийских орденов. Ну и в целом музыка. Что еще может себя включать? Это барабанная дробь, это бубны, это звуки природы, допустим, вода, ветер. Вот для занятий холотропным дыханием именно подобные звуки идеально подобраны. Что еще? Знаете, такой инструмент, такая чаша, по которой рукой проводят, получается такой несколько космический звук, тоже сюда вписывается идеально. И музыка включает в себя несколько этапов. Ну, давайте рассмотрим, каким образом это идет. Значит, первоначально музыка отражает сначала. Это легкая, побуждающая музыка, которая помогает дыханию. Дальше. Более стимулирующая музыка. Следующий этап. Следом за ней идет барабан или нечто ритмическое. Дальше наступает драматический этап. Драматический этап. И здесь необходимо, чтобы этот драматический этап шел до тех пор, пока драма не пойдет на спад. Затем наступает этап сердечной открытости, теплоты и музыки полета. Этап сердечной открытости, теплоты и музыки полета. И он сменяется созерцательной, спокойной музыкой, которая может как раз служить для продолжения некоторой дальнейшей работы. Тут небольшое дополнение. Я понимаю, что, в принципе, «Riffin Man Something» все говорит обо всем. Но если мы, допустим, немножко уйдем от холотропного дыхания, от музыки в холотропном дыхании, и возьмем просто использование бубна в шаманских техниках, то там как раз то же самое. Сначала бубен бьет ритмично. После этого частота ударов повышается. И через несколько времени, порядка 15 минут, он ускоряется и начинает... Вот она, динамика пошла. А после динамики как раз начинает меняться. То есть в данных звуках тоже есть очень много общего с тем, что предложил Гроф. Но он ориентировался на этнические техники, которые, в принципе, у разных народов достаточно похожи. Теперь, как все-таки происходит сам сеанс. Во время сеанса необходимо часто дышать. Как я уже говорил в это время, углекислый газ вымывается из крови. В крови повышается содержание кислорода. В результате в головном мозге сосуды сужаются. Наступает кислородное голодание. Кора головного мозга начинает немножко тормозить. Активизируется подкорка. У человека обычно появляется ощущение эйфории. И он может начинать видеть некоторые галлюцинации. Иногда некоторые забытые воспоминания, переживания вытесняются. Сколько времени продолжается сеанс холотропного дыхания? Порядка от часа до двух часов. Проводить сеанс можно не чаще одного раза в день. А курс по грофу холотропного дыхания составляет от трех до двенадцати сеансов. Дышать нужно глубоко и часто. Но сейчас мы это будем как раз более подробно рассматривать. Теперь смотрите. Есть холонавт. То есть тот, кто погружается в это состояние. И есть ситтер, сиделка. У ситтера функция ангела-хранителя. Холонавта. Он должен обеспечить безопасность своего холонавта. То есть все, что происходит с холонавтом, он должен контролировать и оберегать его. Но при этом особо не напоминать о своем существовании. Он должен находиться рядом, но стараться делать так, чтобы холонавт не представлял опасности для себя. Если будет какие-то у него странные движения, движение туловищем или прочее, что-то с ним будет происходить. Желательное для него. Ну, как Груф приводит пример, допустим, подложить подушку, если, допустим, холонавт хочет ударить рукой об стену. Как один из вариантов. Но с подушками там сидеть не получится. То есть надо будет просто по возможности немножко оберегать холонавт. Второе. Создать условия, в которых холонавт будет чувствовать только себя. То есть не пытаться привносить в это состояние что-то другое, что-то свое. То есть сидр не должен дополнять свое понимание ситуации. Он должен быть просто-напросто неким сторонним наблюдателем, но хранителем. Если будут возникать затруднения с дыханием у холонавта, сидр может ему помочь только по просьбе самого холонавта. Если холонавт попросит, сидр помогает. Если холонавт не просит, сидр не помогает. То есть вмешиваться нельзя. И еще что Гроф упоминает. А холонавту все-таки периодически надо напоминать о необходимости дыхания. Потому что в ряде случаев холонавт забывает об этом. Необходимости интенсивного дыхания в первую очередь. И тогда просто приходится несколько напоминать холонавту, что необходимо именно так дышать. Но дышать можно не при помощи слов, а дышать нужно на ухо холонавта, просто показывая, как нужно дышать. То есть дышать ему ртом, своим ртом показывая, как нужно дышать. Подсказка, вы узнаете. Сложнее другое, да? Смотрите, два часа идет сеанс. А холонавту срочно требуется в санитарную комнату. Что делает сидр? Идет вместе с ним. То есть сопровождает его туда и обратно. Но самое главное присматривать за ним, потому что в ряде случаев бывают разные достаточные ситуации, когда холонавт не может полностью осознать, что происходит. Приведу даже простой пример, не связанный с холотропным дыханием, но все равно очень похожий. Проводили мы где-то году в 2000-м занятия с трансом. И как раз я одному нашему участнику даю задание, что утро на утро, раннее утро он встает. Может быть, кстати, кто-то из ваших родителей был в этой группе. Он учился только там. Может быть, да. Может быть, это он и был. Не знаю. Поспрашивайте. Значит, просто-напросто, что происходит? Молодой человек встает, проверяет мобильный телефон на поясе. Тогда они были на таких вот как раз держателях. Берет ключ от автомобиля, снимает курку с вешалки, собираясь их крыть, я говорю, стоп. Он останавливается лицом к двери и смотрит в дверь на очень небольшом расстоянии. Я его увожу из этого состояния и спрашиваю, что он делает. И тут он начинает осознавать, что раннее утро он едет на работу. Время было где-то приблизительно полседьмого вечера. Если бы он сейчас сел за руль и поехал на работу, на работе бы сильно удивились, что мужик приехал утром на работу, в семь вечера. Он очень заранее приехал. Очень сильно заранее, да. Вот. То есть, бывают некоторые ситуации, когда человек в измененном состоянии сознания не полностью контролирует то, что он делает. И надо обязательно, чтобы кто-то контролировал. То же самое с ситром. Ситр должен контролировать, да, холонавта, когда он даже куда-то идет. Самое главное, чтобы он ушел куда-то не туда. То есть, надо направить его так, чтобы он вернулся назад. В то помещение, где как раз происходит сеанс. А дальше. Холонавт – это действующее лицо, главное действующее лицо процесса. И его задача в процессе холотропного дыхания – научиться быть собой, стать аутентичным себе. Гроф объясняет, каким образом можно это сделать. Ну, первое. Когда хочется двигаться – двигаться. Хочется плакать – плакать. Хочется смеяться – смеяться. Хочется выражаться как-то, да, несколько нецензурно выражаться и так далее. То есть, в данном случае могут быть совершенно разные вариации. А задача ситтера – просто обеспечить свободу этих проявлений. Чтобы вот эта аутентичность была. Как традиционно дышит человек? Вдох, задержка, выдох, пауза. Чем глубже человек дышит, тем более глубокие переживания он испытывает. И в холотропном дыхании самое главное объяснить будущему холонавту, что если он будет работать качественно, он получит качественные какие-то результаты. Если он будет работать поверхностно, он получит поверхностные результаты. То здесь он работает именно на себе. Значит, в чем проблема интенсивного дыхания? Интенсивно дышать сложно первые 10-15 минут. Затем постепенно холонавт входит в измененное состояние сознания. И интенсивно дышать становится достаточно просто. А где-то через час, у некоторых через полтора, вот такое интенсивное дыхание постепенно, автоматически что ли, переходит в нормальное. Ну, я просто поясню, полтора часа интенсивно дышать вы физически не сможете. Но вот есть и исключения. Допустим, шизофреники могут там и 3, и 4, и 5 часов дышать интенсивно, и все нормально для них будет. Но это немножко другое. Мы говорили, что здесь противопоказание. И, соответственно, во время холотропного дыхания необходимо управлять ритмом дыхания. Управлять ритмом дыхания. Если же, допустим, необходимо будет остановиться, вот холонавт останавливает интенсивное дыхание, через 5 минут он приходит в нормальное состояние. Нормальное состояние, когда щелочный баланс крови приходит в норму. Вот происходит такой процесс дыхания. Ситтер направляет, что происходит после того, как холонавта выводит из этого состояния. Его просят нарисовать мандалы. А это кто? Это юнка. То есть творчески отобразить собственные переживания. Значит, холотропное дыхание состоит из следующих фаз. Всего их 3. Первая фаза от 5 до 10 минут. От 5 до 10 минут. Когда дышит размеренно и медленно. Вторая фаза от 40 до 60 минут. Когда необходимо дышать интенсивно и глубоко. И третья фаза около 20 минут. Когда дышать нужно медленно. И плавно, постепенно переходить к привычному дыханию. Обычному дыханию. Также холотроп можно разделить на 2 фазы. Первая фаза активная, где интенсивное дыхание идет. И вторая фаза спокойная. Дыхание делим на 2 фазы. Интенсивное и спокойное. Как я уже сказал, холотроп в любой момент может прервать сеанс, сказав стоп. Но именно стоп. Другие фразы ситтером могут быть восприняты как элемент диалога с персонажами, с которыми человек сталкивается в процессе холотропа. Допустим, оставь меня в покое. Не факт, что холотроп говорит это ситтеру. Может быть он говорит это вот персонажу, которого он там видит в измененном состоянии сознания. Поэтому нужно просто четко запомнить слово стоп. Ну, так же как у дайверов, да, существуют некоторые жесты, при помощи которых четко будет понятно, что происходит. Теперь еще опыт у каждого холонавта в принципе индивидуален. Он может отличаться. И в ряде случаев, через несколько сеансов, у человека может произойти переоценка ценностей и некоторое иное понимание себя. В чем польза холотропного дыхания? В том, что эмоции человека выравниваются. Он обучается правильно воспринимать происходящее. Правильно для себя, более гармонично имеется в виду. Понятие «правильно» подразумевает некоторые правила. А в данном случае это правила индивидуальные. Поэтому правильно для себя воспринимать. Происходит эмоциональное обновление. И человек обучает себя общаться с собственным подсознанием. В ряде случаев тоже снимает некоторые вытесненные психологические травмы, зажимы. Гроф писал, что после занятий холотропным дыханием проходят мигрени. Идут в ремиссию кожные заболевания. Экзема, псориаз, нейродермит. Нормализуется повышенное давление. И холотроп оказывается полезен, как я уже говорил, для тех, кто страдает от зависимости. Это никотиновая, алкогольная и булимия. Но, как в любом методе, есть некоторые плюсы, а есть много минусов. Какие минусы холотропного дыхания? Первое. Когда человек перемещается в другую реальность, это может его сильно напугать. И он должен быть к этому готовым. Потому что любой новый опыт вызывает у человека страх. Помните, я вам как-то раз показывал очень жестокую шутку в каком-то английском видеоиздании. Скрытая камера. Там, где в женской санитарной комнате две близняшки с двух сторон стекла стояли. И полностью зеркалили друг друга. А внешне казалось, что это зеркало, и стоит всего одна женщина. А на самом деле две близняшки друг напротив друга зеркалили. И в это время подходила жертва, мыла руки и смотрела на свое отражение, а его не было. Помните, да, в этом историю? Очень жестокая история, потому что человек на самом деле сталкивался с тем, что его нет. То есть другие есть, потом заходила другая близняшка. Они тоже друг друга зеркалили со своей сестрой. А жертва смотрела, вот стоит одна женщина, другая женщина, они отражаются, а она не отражается. Через несколько времени они начинали вытворять странные вещи. Так как их уже не существует, это уже можно. Они могли потрогать, ущипнуть этих, допустим, или что-то сделать странное. Потому что, в принципе, они понимали, что внезапно их не стало. Вы понимаете, что это серьезнейшая травма на самом деле. Психологическая травма у этой женщины случилась, потому что она поняла, что она внезапно может потерять свою жизнь моментально. И она не поймет, когда. Зайти в санитарную комнату и потерять свою жизнь. Это внешне смешно. Да, они смеются. А на самом деле опыт очень жестокий. Потому что дальше работа с психологом. Не дай бог, дальше пойдут фобии. Не дай бог, дальше пойдут еще какие-то дополнительные. Все зависит от индивидуального опыта. Дополнительные переживания, которые могут еще и сугубляться. Поэтому шутка это такая на грани, я бы так сказал. Следующее. Если злоупотреблять данной методикой, могут происходить и некоторые серьезные изменения, связанные с организмом. В частности, это может способствовать инсульту. А еще медики говорят, что на фоне гипоксии могут начать отмирать нервные клетки мозга. То есть, в данном случае тоже момент весьма специфический. Насколько целесообразно использовать холотропное дыхание или нет. Как я уже говорил, интенсивное дыхание, период интенсивного дыхания идет порядка 40 минут в среднем. 40, ну, 60 минут. А вот если больше человек интенсивно дышит, это может быть опасно для здоровья. Опасно для здоровья. То есть, с одной стороны, холотропное дыхание помогает человеку увидеть что-то новое, что он в своей жизни не видел, с чем он не сталкивался. С другой стороны, оно в целом может быть достаточно опасным. То есть, здесь сознание должно быть подготовлено. И вот, как любая дыхательная техника, сама по себе, она не может идти дискретно в обрыве от философии или от психологического обоснования метода. Вот этот момент очень важный. Еще один момент запишите, пожалуйста. В настоящее время в Штатах, Колорадо и Северной Каролине официально запрещен ребёфинг. Ну, случился несчастный случай с 10-летней девочкой, когда она занималась ребёфингом. Колорадо где? Северная Каролина. А вообще, в целом, вымывание углекислого газа из крови приводит действительно к сужению сосудов головного мозга, что может привести к деградации нервных клеток мозга и их отмиранию. Вот так считал Бутейко. Помните, да, метод Бутейко, который занимался астматиками? То есть, здесь есть некоторые нюансы. Теперь, вот смотрите, это то, что касается холотропного дыхания. Теперь близкое к этому наличествующее в разных культурах, немножко тоже надо об этом сказать, коль уж мы сегодня говорим о дыхании именно. Итак, запишите. Это так называемая асфиксия. Асфиксия – это удушье. Или игры с удушьем. То есть, это умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызывания обморока у человека. Ну, когда работаешь с людьми, ничему особо уже не удивляешься, как бы, да? И, в принципе, безусловно, это как вариант по логике – это перверсия. Но, с другой стороны, она тоже наличествует, и в некоторых культурах она явно присутствует. Значит, два варианта кислородного голодания или способа достижения гипоксии, запишите. Первый называется удушение или стронгуляция. Удушение или стронгуляция. Ну, с чем она связана? Вообще, это раздел перверсий сексуальных, когда партнершу вешают, и она вот висит в петле и практически уже полностью задыхается, но при этом испытывает возбуждение. И такое тоже есть. Второе – это самоинтуцированная гипокапния, то есть недостаточность углекислоты в крови. Значит, смотрите, какие здесь нюансы есть. В некоторых странах есть даже отдельные техники, когда, ну, допустим, у японцев есть очень странная, на самом деле, сомнительная традиция. Ну, японцы в этом плане вообще немножко отличаются от Европы. Женщину, в общем, выплывают на лодке подальше от берега. После этого женщину опускают головой в воду, она начинает захлебываться, и в это время случается което. Считается, что это очень, как бы, вот приятно для них. Такая вот интересная история. Не спрашивайте меня. Нам вот в данном случае это тоже наличествует. Но давайте не будем уходить. Вот в эти моменты, казалось бы, перверсий. Но на самом деле есть одна игра, которая очень близка к этому. Запишите, называется она «Собачий кайф». Собачий кайф. Собачий кайф. Что это такое? Когда на голову одевают мешок полиэтиленовый и перевязывают его веревкой. Человек начинает задыхаться. Когда ему начинает не хватать кислорода, он может начинать видеть какие-то новые, странноватые видения и прочее. И в ряде случаев даже считается, что это такая очень интересная игра что-то увидеть. Самое печальное то, что действительно это встречается в реальности и в нашей стране тоже. Вот на это тоже я просил обратить внимание. И еще один момент, может быть, вы задумывались, да, уход из жизни, ну, суицидал, да, выбирает для себя несколько свой, кто-то выбирает как раз именно петлю. Тоже вопрос, каким образом и с чем это связано. Я бы здесь все-таки, наверное, причинно-следственные связи показал, как бы, да, потому что, в принципе, неосознанное желание связано с этим. Но, повторюсь, я даю это крайне вкратце, почему, да, помните, в времени грузинских законов Бекки Абуги было сказано, отца убийства да не будет помянута, чтобы мысли об оном не было. Не будем об этом говорить подробно, но все-таки упомянуть об этом тоже нужно. Это тоже игра с дыханием, только она немножко иная. То есть процесс удушения сам по себе, оказывается, тоже вызывает измененное состояние сознания. Но в том-то все и дело, что когда люди несколько увлекаются подобными вещами, они могут себя не контролировать. И в данном случае это может привести к достаточно, ну, к серьезным последствиям. Поэтому на это тоже надо особое внимание обратить. Но на что я прошу вас обратить внимание, особое как психологов. Запишите, как можно вычислить человека, который играет с асфиксией. Понятно, да, что это такое, игра с асфиксией? Когда-то я вам рассказывал, как можно вычислить, по каким жестам можно вычислить, допустим, девушек, у которых на руке шрамики такие. Знаете, вот на руке так раз, два, три, там, да, да. А это сразу заметно. Даже вот. Вот, ну, ладно, дело не в этом. Вот в данном случае тоже, как мы можем это прочитать? Во-первых, вне, внешне, как это может выражаться, налитые кровью глаза. Жалобы на сильные головные боли. Некоторая дезориентация. Ну, это внешне. Внешне не всегда это может проявляться в должной степени. Поэтому смотрим, какие еще признаки могут быть. А вот здесь вот, друзья мои, я бы просил бы особое внимание обратить на странные моды. Мода меня-то немножко напрягает. Что такое чопера, вы знаете, да? Что это такое? Ну, это, как я считаю, на шее такая. Ну, вы теперь поняли, да, подсказку? То есть вот все начинается с малого. Увлечение вот этим. А дальше. Это появление в доме собачьего поводка, когда собаки нет. Или ошейника. Или когда в доме появляются привязанные к мебели, дверным ручкам, каким-то предметам, ремни, шарфы или канаты, это как раз вот подсказка о том, что кто-то в доме увлекается асфиксией. Естественно, к добру это традиционно не приводит, поэтому здесь надо особое внимание на это обратить. Кто этим обычно увлекается? Дети, подростки. Первоначально так. Потом это тоже есть. И у взрослых это есть, как бы, да, в их сексуальных играх. Но, повторюсь, вот здесь надо обязательно учитывать очень важный момент. Можно потерять контроль. И тогда вот это измененное состояние сознания приведет уже к необратимым таким процессам, поэтому это достаточно опасно. И, может быть, вы удивлялись по поводу того, что на полиэтиленовых пакетах написано часто «это не игрушка», да, по-английски написано «это не игрушка», там и так далее. Вот как раз по поводу этого и пишется. Та самая тематика. То есть, вот смотрите, работа с дыханием может иметь как положительные достаточно, да, вот такие последствия, так и несколько отрицательные. Любое злоупотребление, безусловно, в данном случае опасно. И здесь я, наверное, вспомню Михаила Яковлевича Мудрова, который в свою бытность в 80-90-е годы позапрошлого века в московской губернии открыл общество чаепитников, где как раз вот пропойных алкоголиков лечил увлечением чаем. А помните, тогда самовары появились как раз, да, вот тот самый период замечательный. Вкусный чай, чай – это все-таки богатство, это напиток достаточно дорогой. Не каждый мог себе позволить хороший чай, да, все-таки и в данном случае общество чаепитников существовало прекрасно, но в 20-м веке в начале появилось то, что стало называться чефир. А что такое чефир? Это очень крепкий чай, который приводит к измененному состоянию сознания. Любой прекрасный метод мы можем довести до абсурда. Поэтому все разумно в разумных пределах. Вот теперь какие у вас вопросы по поводу дыхательных техник. Сразу говорю, что, допустим, по техникам шаманским, впрочем, не даю здесь материала, потому что считаю, что это все-таки должно быть несколько более точечно. Но вот как направление психотерапии я постарался дать, как бы, да, вот несколько таких подвидов дыхательных техник, дыхательных упражнений, объяснить, что это такое и насколько это хорошо или насколько это плохо. У подростков это замечало. Ну вот, смотрите, в данном случае важно, да, даже, допустим, если на шее носят некоторое украшение, которое может скрывать шрам на шее, он может быть разным образом полученным, да, и вполне возможно, что человек сам никак не являлся источником, что ли, ну, причиной возникновения этого шрама. Но, с другой стороны, это не совсем так. Допустим, по точу жертва притягивает к себе кого? Агрессора. И, соответственно, именно таким образом случается удушение. Вот в этом году у меня были два случая с клиентками, которых пробовали душить. И я им объяснял, что вам повезло. Вам повезло. Им, вот этим несчастным, извините, не повезло. А вам повезло. Почему вам повезло? Во-первых, потому что вы выжили. Во-вторых, потому что вы поняли, что вы притянули к себе агрессора как жертва. Не они бы, появились кто-то другие. Помните, была песня «Если не я, то кто же, кто же, если не я?» То есть, вот, в принципе, сюда же. То есть, в данном случае надо обязательно понимать, что жертва притягивает, да, именно болевая зона, допустим, шея. Здесь надо обязательно на это обращать внимание. Действительно, есть люди, которые любят именно украшения на зоне шеи. Сразу вопрос частый, мне даже на канале писали, почему вы всегда ходите в галстуке, да, вот галстук, галстук. Потому что галстук – это костюм. С удушением это не связано, да. Я же не пытаюсь душить себя галстуком на лекции для того, чтобы одна мне писала, вы, наверное, умный, потому что всегда ходите в галстук. Именно так. Вот тут вы верно попали. Как говорят в тальмологе, пальцем в глаз. То есть, вот, нет, безусловно, нет. Но, повторюсь, если вы видите, что действительно человек пытается очень сильно, допустим, да, что-то завязывать на шее, вот это вопрос очень специфический. Я на своем опыте всегда обращаю внимание. Если, допустим, ну, мужчина-то редко бывает, женщина, да, на шее шарф, или что, я понимаю, можно там заболеть, заразиться и так далее и прочее, да, шарф от этого всегда спасает. На самом деле, шея, зона, которая пытается каким-то элементом одежды закрыть, как раз тот самый момент, который может указывать прямо или косвенно на элементы, связанные с дыханием. А дыхание у нас отвечает не только за получение энергии, но и за измененное состояние сознания, и в том числе за некоторые страхи. Нет, вас я не имею в виду сейчас, здесь у вас не так сильно, как бы это все одето здесь мимо. Но, на самом деле, просто всегда обращайте на это внимание, потому что здесь есть много достаточно подсказок. И часто, действительно, даже женщина или девушка одевает какую-нибудь цепочку, которая ровно по шее идет, то есть, знаете, вот как веревка буквально, ассоциация прямая. Обращайте внимание, это серьезно. Что это может дать? Да, СССР, измененное состояние сознания, в любом случае, это может давать. Но здесь нужно понимать. Если человек не совсем понимает, что он делает, он может, ну, заставь дурака молиться, да, вот в русских всего поговорках. Вот сюда же совершенно, он лоб разобьет. Вот, может подобное тоже произойти. Поэтому здесь всегда очень внимательно к этому относиться. И крайне внимательно всегда смотреть вот на условные игры, когда кто-то кому-то подходит, и, да, дайте я там придушу слегка. Не надо. Не встречали таких игр? Есть такие люди, которые любят так вот, вот просто, знаете, они так проявляют свою симпатию. Но на биологическом уровне это не совсем симпатия. Поэтому здесь надо очень внимательно к этому относиться, серьезно и просто понимать, да, что это некоторые звоночки, вот, которые не просто так. Ну, в целом, ну, да, это может в дальнейшем несколько сказываться, не только по грофу, допустим, да, если мы берем по перинатальным матрицам, но и по некоторой тенденции человек, вырастая, может периодически от волнения задыхаться, ну, могут быть как раз предрасположены к легочным заболеваниям, чищенное дыхание и прочее. Что еще с дыханием может быть связано? Это повышенная чувствительность к воздуху, сюда же может относиться. То есть всегда такие вот подсказки есть. Но самое главное, в стрессовой ситуации ему будет не хватать воздуха, он будет задыхаться прямо или косвенно. Или вот как недавно меня спросили, женщина начинает заниматься такими практиками самопознания и начинает задыхаться, с чем это связано. Я ей задал вопрос, скажите, пожалуйста, а вот в процессе рождения асфиксии не было, и она мне написала, что, кажется, мама ей об этом рассказывала. Значит, здесь как раз вот то, что вы меня спросили, то я вам и ответил. Практически все взаимосвязано. В плане йоги дыхание там дается не просто так, там включается обязательно философский компонент. Без него йога сама по себе бессмысленна и бесполезна. Кстати, у нас очень часто сейчас используют какие-то техники йоги, не понимая, что это означает и для чего это. Просто считают, что это просто упражнение. Это никогда не бывает без именно философской составляющей, культурной составляющей того народа, где это появилось. Поэтому надо обязательно это учитывать. Но с точки зрения дыхательных техник, действительно, у многих людей дыхательные техники восстанавливают. Я не говорю о глубоком дыхании, я говорю даже о простых техниках дыхания, их много достаточно можно назвать. Они хорошо помогают человеку стать более гармоничным, более спокойным, более уверенным и правильно обучиться направлять свою энергию в нужное русло, а не раскидывать ее повсюду, как обычно люди делают. То есть это все равно здесь есть плюс. Поэтому с точки зрения дыхательных упражнений, дыхательных техник, дыхательных каких-то методик, я бы все-таки сказал одно, что здесь разумное использование их вполне уместно. Но все-таки опрометчиво будет использовать глубокие дыхательные упражнения без ситтера, без того, кто будет наблюдать за вами, если вы будете это делать.